Зовут меня Кульпин Алексей. Я руководитель студии развития бизнеса Digital Life. Сегодня мы поговорим о том, что такое WordPress, после того, как вы его установили, что с ним дальше можно делать. Потому что даже в базовом понятии, как вы установили самую базовую тему, которая в комплекте, можно сказать, что это уже полноценный сайт, с которым можно работать, с которым можно публиковать информацию и, соответственно, вести какую-то уже определенную деятельность. Я сейчас попрошу вас поднять руку, у кого уже есть сайт. Выше, если можно. Уже есть сайт. Опустите, пожалуйста, руку, у кого не на WordPress, на какой-то иной платформе. На чем? На OGS. На OGS. То есть у всех, получается, не WordPress? Нет, опустите руку, у кого WordPress. Один остался. Все, я понял. Вот так и так. Замечательно. То есть у большинства. Потому что сразу же выяснить, да, кто работает на какой-либо платформе. Я так понимаю, вы решили определиться, посмотреть преимущества и недостатки. Я пробовал WordPress, сейчас подумываю, для одного проекта применения. После следующего мероприятия вы однозначно. И все оставшиеся проекты переведете на WordPress. На самом деле, просто огромная практика, скажем так, много кто работает с различными движками, Joomla, Drupal и так далее, иные. Все сталкиваются с определенными костылями, у всех есть определенные проблемы. Основная проблема в разработчиках, найти грамотного человека, который соображает, понимает и может в кратчайшие сроки быстро и грамотно реализовать эту или иную поставленную задачу. Это огромная проблема на любом рынке, что в Москве, по региону и так далее. Я просто, естественно, денег ключевой. Потому что многие почему-то не всегда задумываются, что разработчики на WordPress и правила обходят несколько дешевле по сравнению с другими, за счет того, что рынок достаточно большой и купюринспособен. И, соответственно, вы получаете максимальное качество за минимальную цену. А разработчики тем самым за счет своей квалификации берут это большим объемом. Поэтому очень выгодно. Сегодня, как вы уже видели по заголовку, рассмотрим несколько ключевых моментов. После того, как вы непосредственно установили на хостинг, либо нажатием одной кнопки, да, установить WordPress, либо непосредственно залили с вами файл из архива, разархивировали, да, по FTP закачали, создали базу данных, подключили базу данных и так далее. Прошли первые три этапа. Кстати, стоит отметить сразу же, да, огромным преимуществом в WordPress является его простота установки. Начиная с того момента, то, что многие хостинг-провайдеры по партнерской программе работают, буквально в один клик устанавливают сам движок WordPress, и большинство, 50% в 90% поддерживают именно самую актуальную последнюю версию. Но если не самая версия последняя, то буквально нажатием одной кнопки, вы двух кнопок. По одной ссылке и одной кнопке вы обновляете до самой последней версии само ядро. Дальше мы с вами рассмотрим, какие есть плагины, откуда их можно установить, и как с ними работать, и какой функционал они из себя могут предоставлять. И последний вопрос, да, мы рассмотрим непосредственно, что такое зерно копирование и хранение данных. Давайте начнем, как говорится, с ключевого вопроса, с тем. Вы прекрасно понимаете, после того, как установили WordPress, у нас есть два пути развития. Есть у нас бесплатные темы WordPress, такое достаточно большое количество в интернете. Есть платные темы, за которые люди уже просят определенную сумму денег. Следует сразу отменить, что все бесплатные темы в безопасном доступе возможно получить по данному адресу. То есть на официальном сайте wordpress.org, вкладочка темы, вы найдете огромное количество тем, которые представлены вот в таком виде, то есть страничка на русском языке, для большинства уже преимущества. Имеются избранные, популярные, свежие, любые, и, соответственно, есть даже наличие фильтра. Вы подбираете именно ту концепцию, то, что вам понравилось по оформлению. Единственное, вы учитываете то, что ваше наполнение сайта может различаться от тестового наполнения. Соответственно, качество картинок, насколько картинка хорошо и красиво выглядит, зависит полностью от вас. Поэтому здесь, как правило, стараются люди максимально красиво отразить, как сайт может выглядеть максимально функционально. Дальше, соответственно, уже зависит от вас, можете ли вы повторить данный трюк. Так выглядит уже непосредственно, когда вы нажали какой-либо теме, подробная карточка, условно. То есть мы видим менять его, то есть крышет первой страницы общей. А можем непосредственно нажать кнопочку «Посмотреть», то есть подгружается как бы некое виртуальное пространство, где вы можете протестировать тему, посмотреть. Но, как правило, там идет наличие нескольких страниц и буквально пару записей. Вы таким образом просмотрите, как отображаются в теле на странице. Видите рейтинг со звездочками, соответственно, количество комментариев и непосредственно самоописание. Ниже можно посмотреть, будет выводиться график статистики загрузки. То есть насколько тема популярна и как часто и в какое промежутное время ее загружали. Имеется самый-самый простой фильтр. То есть вы, допустим, по тематике можете выбрать то, что вас интересует, ваша тематика. Блок, магазин, образование, развлечение и так далее. По функциям очень сильно отличается. И по самой разметке. То есть если вы приблизительно... Первое, что вам нужно было сделать до того, как вы начали выбирать, на каком движке вы будете работать, приблизительно от руки на листочке нарисовать, как же будет выглядеть ваш сайт. Либо найти тот пример, эталон, который наиболее максимально подходит вашему представлению. Если вы, допустим, скопировали дизайн, скопировали архитектуру. Допустим, наличие трех колонок справа-слева. Либо там две колонки будут справа-сторонно находиться. В этом нет ничего плохого. Это так называемые тренды. То есть как тренды у нас есть в моде, в автомобилях. Точно так же тренды меняются по дизайну, по стилю в самом интернете. Соответственно, ваш сайт либо будет смотреться в общем потоке, модно, стильно, функционально и эффективно. Соответственно, будете получать выгоду от него. Или же непосредственно будете использовать, ну, приблизительно, там, годов 80-х в стилистике. Может, конечно, это и ваша цель, основной тренд, да, допустим, там, ретро-стиль. Но все-таки, как вы сами пользуетесь интернетом, зачастую обращайте внимание, когда видите современный сайт, заходите, допустим, на главную страницу Mail, Ru, Яндекса, допустим, да, и заходите на Rambler, кардинально отличается по логике, кардинально отличается по функционалу. Точно так же сайты в интернете. Ваш специальный сайт может кардинально отличаться. Но вы не забывайте один прекрасный момент, то, что любой раздел в рамках вашего сайта будет страниц контакта, каталог товаров, с перечнем ваших услуг, может индивидуально прогрессовываться. Это не значит, допустим, то, что вы выбрали условно какую-то определенную стилистику, и вы на этом, соответственно, завязывали и больше ничего не можете сделать. Вы можете развивать проект дальше. Мы сейчас подходим к ключевому вопросу. Опять же, смысл бесплатной директории заключается в чем? Это ваше уникальное преимущество огромное по сравнению с другими смс-ками. Их немного. Кто имеет встроенные, так называемые, площадки, да, некое пространство, где непосредственно публикуются темы. Вы можете его буквально быстро и оперативно скачать. Основное ваше преимущество заключается в том, что здесь тему публикуются с учетом самых последних требований, с учетом обратной совместимости. То есть, если у вас даже еще старая версия ядра, находится там 3, 4, 4, 3 и так далее, не имеет значения, а не самое-самое последнее, с вероятностью 90% эта тема будет у вас работать. Потому что многие, допустим, именно сам код WordPress, если преимущество WordPress, это ключевое его наличие, преимущество, в отличие от того, что он бесплатный, является именно обратной совместимостью. То есть, вы можете взять старую тему, там условно, 3-4-летней давности, которая была написана 3-4 года, и разработчик ее не поддерживает, не обновляет, и, соответственно, не обслуживает ее, а вы можете спокойно установить на самое последнее ядро, и с большой вероятностью эта тема будет работать. С тем функционалом, который был заложен именно на стадии разработки. Здесь тема непосредственно проверяется и по качеству наполнения контента. То есть, будет и миниатюр в обязательном порядке, и будет у вас категория, и будет описание, будет, соответственно, выводиться соответствие, вот здесь нет, чуть ниже, то есть выводится в конкретную трезеристику, то, что эта тема протестирована на таком-то ядре, и, допустим, с такими-то плагинами. И, соответственно, вопрос безопасности. Бывают зачастую такие случаи, что разработчики, когда пишут тему, отправляют заявку на публикацию в этой репозитории, в WordPress, и, допустим, по той или иной причине ему отклоняют заявку, допустим, и конкретно ему описывают, допустим, там неправильно подключены скрипты, допустим, да, используются старые функции, несоответствия безопасности. Как правило, разработчик, допустим, может сложить руки и опубликовать данную тему себе на сайте. Будьте крайне внимательны и аккуратны. Почему? Потому что именно скачивая такого рода темы с других сайтов, бесплатных, да, либо вы пишете, скачать бесплатную тему для WordPress, вам никто не гарантирует того, что именно сами, да, авторы ядра, репозитория, не дают вам гарантии безопасности. То есть разработчик, у которого вы скачали данную тему, может легко скопировать туда необходимый код, в дальнейшем взломав ваш сайт, разместив на нем какую-либо информацию. Наверняка многие об этом не задумывались, но когда установили ядро, установили тему, сталкивалась с такой проблемой, что идет какой-то либо контент, либо появляются какие-то айфреймы, то есть имеется открытый брешен. Тут я вижу, уже улыбается, видим, сталкивается с такой проблемой. Потом начинает клиент вам звонить с паникой, да, почему у нас развлечен такой контент. И вы начинаете судорожно искать, а в чем же у нас проблема, откуда он появился. Очень много таких проблем. Поэтому только вот именно официальная репозитория это гарантия того, что у вас будет работать все, на 100% вы будете защищены. Что касательно платных тем, есть огромное количество площадок в сети интернета, которые предлагают, скажем так, специально для вас, разрабатывают люди, дизайнеры. Тема, как правило, стоит на порядок дешевле, если разрабатывают индивидуально под вас. В среднем тема выходит до 100 долларов. Среди там буквально установить бесплатную тему, взять тему 1000 за 5 купить, сделать контент-менеджер нанять, вам наполнили сайт, тему вам прокрутили, приблизительно вы уже получаете полноценный сайт буквально там в районе 10-15. Хороший вариант, отличный вариант. Опять же, на этих площадках вы платите деньги, соответственно, у вас идет поддержка. То есть тема будет обновляться, в дальнейшем будут выходить обновления. У вас зачастую будет непосредственно поддержка, напрямую вы можете выходить и писать обращение самим разработчикам тем. Вот. И как ключевой момент вы должны понимать, что вы не получите уникальный сайт, вы получите общую структуру, общую ловику, допустим, вы элементарно сможете найти, если особенно выбирать из популярных тем, найти, может даже приблизительно в вашей тематике сайт с приблизительно таким же, может даже один в один оформлением. Будет немножко отличаться сам контент. Контакты, заголовок, название организации, а вот именно стилистика, разделы, эффекты на сайте, которые применяются, виджеты, будет один в один. То есть вы для себя принимаете. Я считаю, что вам для первого времени, чтобы именно ознакомиться с преимуществом WordPress, как работает сайт, насколько эффективно и удобно с ним работать, выяснить все нюансы до того, как вы непосредственно запустили в продакшн, именно попробовать установить WordPress, взять бесплатную тему, попробовать поработать с наполнением, и соответственно, вы уже увидите значительные преимущества, если работали до этого с другими платформами. Вот у нас уже один человек есть, который пробовал, но я уже обратил внимание, сколько легко и просто. Многие моменты реализуемы. После того, как у вас есть WordPress, вы установили тему, либо ее купили, либо поставили бесплатно, приблизительно сделали наполнение, у вас есть уже, можете сказать, то, что полноценный сайт. Ваша следующая задача, которую вы будете, соответственно, переживать, думать, так и раздавать, а как часто и как качественно ваш сайт появится в поиске, насколько быстро. Для того, чтобы этот процесс ускорить, вам необходимо зайти на два источника. Это так называемый Webmaster Яндекс и Webmaster Google. Почта Яндекса есть, учетная запись Google большинства есть, соответственно, вы в простом интерфейсе. Так, сейчас я расскажу, потом, если потребуется, мы можем с вами конкретно пример с сайта одного-двух. Пройти такой пример, чтобы посмотреть разницу. Вам необходимо добавить свой сайт в данные страницы. Это сделано для чего? Это специальные инструменты, которые предоставляют, сразу же говорить, такие же инструменты есть и для Mail, и для Rambler, и для замечательного спутника, который запустился. Это для муниципалов особо важно бывает иногда. Для Bing есть и так далее. Все поисковые системы имеют некий инструмент, для разработчиков предоставляет. Он вам предоставляет такую уникальную возможность показать то, насколько качественно и в каком объеме ваш сайт проиндексирован. Если вы с чем-то не согласны или вам какой-то результат не устраивает, вы можете ознакомиться с инструкцией на данных сайтах, подкорректировать те или иные моменты и тем самым вывести тот самый результат, который вы хотели изначально. Потому что, допустим, если вы опубликовали новостной сайты, у вас проиндексировались все рубрики, допустим, одну рубрику вы хотели скрыть, но у вас все равно она проиндексировалась, вы можете уточнить, допустим, в справочнике, найти определенную кусочек кода, инструкция, как закрыть конкретно данную категорию от поиска. Там прописываем файл робот либо еще какие-нибудь иные моменты, используя плагинное специальное. То есть у вас есть инструменты, и после течения двух недель, когда идет обновление поисковых баз, вы будете видеть уже конкретный результат, насколько изменились стильные показатели. Соответственно, у вас может такая элементарная ситуация, у вас новостной, опять же, возьмем сайт, большое количество новостей, порядка 100-500 и более, вы увидите такую картину, то, что у вас добавлено условно на сайте, допустим, проиндексировано там 500 страниц, а в поиске у вас находится всего лишь, допустим, там 150. Это значит, что робот, он проиндексирует эти страницы, да, дальше принимает решение непосредственно добавляет их в результаты выдачи. То есть вы уже уверены в том, что эти 150 страниц, прям конкретно по ссылочке можете посмотреть, уже находятся в поиске, можете проверить их, искать. Дальше вы можете попросить, и дальше в инструменте посмотреть, а как вообще поисковик видит данную страницу, потому что вы знаете, что есть такая семантика так называемая, когда мы выставляем заголовок 1, H1, и так далее, у нас их имеется 6. Дальше вы непосредственно смотрите, какие ссылки у вас имеются на сайте, сколько сайтов на вас ссылаются, именно, тоже можете проверить. Дальше вы проверяете, какие картинки, допустим, проиндексированы, не проиндексированы и так далее. То есть очень мощные инструменты. Чуть позже мы, я уже покажу на конкретном своих примерах. После того, как вы запустили сайт, подключили два инструмента, вам первым же делом данный инструмент скажет, добавьте, пожалуйста, в хедер наш код. Либо загрузите файл в директорию, либо непосредственно там несколько вариантов имеется. Сам просто файл, это способ имеется. Если мы с вами установим плагин DL Rediscation, он крайне-крайне простой получается. Он имеет, у вас появляется после активации вкладочка. данный плагин позволяет вам, скажем так, он собрал в себе все инструменты. Именно Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрики, Гугл. Инструменты и так далее. То есть данный плагин позволяет, элементарно вставив тот самый замечательный код, то есть вам будет такое сообщение. Вот из этой строчки вставьте, пожалуйста, контент. Вы копируете, вставляете в эту строчку. Соответственно, получили код Яндекс.Метрики. Яндекс.Метрики вставляю этот код сюда. Огромным плюсом будет для вас, потому что я сразу разместил непосредственно здесь мои сайты добавить сайты, то есть быстрые ссылки. Вы можете буквально с одно место перейти на телевые инструменты. Сделано это для чего? Вы, конечно, можете открыть редактор кода. Либо по FTP, либо непосредственно на самой консоли. Это у нас внешний вид редактирования. Выберите свою тему, выберите заголовок хедер и ручной ставите тот самый замечательный код, который будет индексировать именно вашу страницу, получать именно тот самый отчет и позволит индексировать полностью вашу страницу. Но в тот момент, когда вы сменили разработчика, вы изменили тему, изменили какой-то функционал, переписали шапку, внесли еще какие-то изменения, сам простой пример, да, вот именно просто взяли и поменяли тему, данный код у вас пропадет. Соответственно, вы уже за определенный промежуток времени, как вы его сменили, не сможете получать информацию, статистику. данный код именно позволяет вам забыть об этом. Вы внесли код, можете менять любое количество тем, он автоматически за счет функционала и функции самого WordPress ядра будет автоматически генерировать шапку, то есть подставлять самые замечательные коды. Он именно поставляет соответственно со всеми требованиями что-то в хедер, что-то непосредственно в самый низ сайта, так называемый футер, чтобы не отражался. Мы раз этот код создали, отнесли туда из разных абрегаторов, да? Да. И он когда-раз будет его просто перепоставлять то есть вы меняете и абсолютно не забываете. Просто много было раньше проблем у многих, когда они сменили разработчик, поменяли тему либо допилили функционал, у них почему-то пропала статистика, сайт перестал, не то что индексируется, он индексируется, просто нет информации, либо пропала валидация, то что я бы непосредственно вводил из данного домена. Это именно проблема в том, что люди элементарно сменили. Сразу не сказал, что плагин разрабатывал непосредственно лично я. Сейчас я вам покажу такую небольшую подборочку иной тех плагин, в первую очередь устанавливал именно я для удобства. Есть большое количество не только такой плагин, есть большое количество плагинов по тегам можете отобрать именно по верификации, яндекс метров и так далее. Просто именно для себя я решил такую проблему. То есть из большого количества плагинов я написал именно свой и постоянно им пользовался. То есть в одном месте я собрал максимальное количество тех самих производствовых систем. И в одном месте, буквально прокручивая вниз списком, я получаю полную статистику. Если у вас есть ноутбуки, можете уже попробовать установить конкретный предмет, наоборот увидите те или иные моменты. Следующий момент, самый интересный, что вам... Так, сразу задам вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто каждый день заходит в свою консоль, в сайт. Три человека. Четыре. Пять. И все. Остальные, получается, раз в неделю, может, зайдете в консоль, посмотрите, есть ли изменения и так далее. Есть замечательный инструмент, который позволит вас практически поселиться в этой консоли, изучать ее более подробно. Это так называемый, опять же, DL, это аббреватура для Digital Life, сокращенно. И через поиск можно будет быть страной, и по плагину, и так далее. Установив данный плагин, вы получаете статистику посещаемости внутри консоли. То есть, есть замечательный инструмент, я на сметрики, наверняка многие пользовались. Кстати, я хотел сразу спросить, есть ли кто пользователь этого плагина сейчас. Мне кто еще не установил, правильно? Хорошо. Опять же, через поиск у нас появляется раздел DL метрика, вы непосредственно проходите валидацию, то есть, нужно подтвердить то, что вы действительно являетесь данным владельцем этого сайта. Дальше выбираете свой сайт из списка сайтов, и, соответственно, можете нажать кнопочку уже непосредственно получать статистику. Таким образом, у вас в самой консоли будет выводиться полная статистика по посещаемости и можете фильтровать. То есть, зачастую вашим клиентам, для которых вы разрабатываете сайты, и будет огромным жирным плюсом показать то, что мы интегрировали вашу статистику, сколько народу приходит, насколько качественно, с каких устройств, с каким возрастом, допустим, по половому различию. У них получается само консоль. И, соответственно, люди уже буквально с одного места получают максимальное количество, максимальный результат. Соответственно, здесь мы увидим статистику по посещаемости. То есть, это получается тот же Яндекс.Метрика? Да, только в самой консоли. Да, потому что сейчас, когда Яндекс.Метрика обновилась до второй версии, многие начали путаться в интерфейсе. Они его усложнили, но это было сделано именно для профессионалов, для того, чтобы сравнивать два и более сегмента непосредственно. То есть, те люди, которые непосредственно в этом работают и на этом заработают деньги, для них огромный плюс появился. Обычный пользователь начал уже теряться, очень усложнили, ребята, на структуру. Здесь вы получаете буквально статистику по географии. И вот так у нас выглядит непосредственно в самой консоли виджета. То есть, буквально с главной страницы самой консоли вы можете смотреть уже полную статистику за неделю. А статистика по целям там есть? По целям пока нет. Мы этот плагин постоянно дорабатываем. Если у вас есть каких пожеланий по целям выводить ту или иную статистику, мы добавим отдельный раздел, уже можно конкретно переговорить и заправить данный функционал. Что еще? Скачка файлов, например, нападает и так далее. как бы в Яндекс.Метрике. Опять же, там реализовано нужно будет смотреть. выявили мы пока общую статистику, самим ключевым вопросом, который интересует. Если конкретно требуется тот или иную функционал, контакты я, соответственно, я себе предоставлю. Сможете уже более подробно пообщаемся, добавим ту или иную реализацию. И будем развивать соответственно данный проект дальше. Следующий момент, скажем так, это те самые ключевые моменты, которые вы обязательно должны добавить. Это так называемые файлы robot.txt. кто-нибудь сталкивался с ним? Один человек. Три человека. Этот файл располагается в корне вашего сайта. Это, скажем так, это некая инструкция для поисковых систем, для того, чтобы... То есть вы там описываете, да, допустим, вот к этому разделу я предоставляю доступ, индексируй, пожалуйста. Конкретно, допустим, для Mail, для Rambler я могу сделать исключение, да. Не индексирую либо такую-то категорию, либо не индексирую такую-то страницу. Конкретно для данного файла есть некая универсальная инструкция базовая, да, которую вы можете искать в интернете, либо просто установив плагин по данному адресу, везде представлен. У вас появляется такой вот интерфейс, опять же, простая вкладочка. Здесь вам достаточно буквально нажать, задать оптимальные настройки, у вас автоматически появляется список этих настройок, которые вы в дальнейшем можете сами редактировать, и необходимо нажать «Сохранить изменения». Следует сразу отметить то, что данный файл ни в коем случае вы можете, но не нужно так делать, создавать ручками и размещать непосредственно корень директории, где находится ваш сайт. Смысл в чем? Когда вы используете различные плагины, которые заточены именно на SEO, оптимизация, продвижение и так далее, само ядро WordPress данный файл генерирует автоматически по запросу, оно и создает виртуально. То есть физически вы его никогда в директории не найдете, но он по прямому адресу доступен. Соответственно, вот эти плагины, которые по SEO вы работаете с ними, они так или иначе добавляют туда дополнительные настройки. Если вы физически размещаете данный файл непосредственно в директории, то вот этой эффективности этих плагинов уже не будет, потому что физически они в файл записать не могут ничего. Нет прав доступа. Зачастую. Поэтому установили, задали настройки по умолчанию. Если необходимо, прописали ручками либо дали доступ вашим программистам. Укажется специфика. И опять же, у Яндекса есть замечательный ролик, который может вам посмотреть, ознакомиться более подробно с этим вопросом. Дальше. Огромное преимущество, опять же, большая проблема, с которой я столкнулся. Зачастую приходится общаться с клиентами, зачастую не имея при себе хорошего интернета, либо не имея компьютера. Бывают такие моменты, да, буквально в момент телефона. Но есть компьютер непосредственно клиента. Установив данный плагин, вы можете подсветить рабочую область. Включив редактор кода плагина, либо редактор непосредственно темы, опять же, темы, редактор и, соответственно, у вас есть список всех файлов. Список тех, тем, которые вы будете использовать. И уже грамотно, комфортно вы можете редактировать. У вас, во-первых, идет уже нумерация строк. Вы видите уже более-менее синтекс, который подсвечивается. Уже в, скажем так, в вашей среде, в которой вы привыкли работать, продолжаете работать непосредственно на самой странице. Для простых пользователей это не обязательный момент, но те, кто непосредственно пытается что-либо делать по коду, либо на лету менять CSS-файлы, те или иные свойства, оформление кнопок. Очень удобно именно для повседневного использования. Дальше мы сейчас с вами начнем перечислять такие интересные плагины, которые позволяют вам так или иначе гибко настраивать очень многие моменты. Наверняка вы сталкивались с страницей записи, страницей, непосредственно раздела страницы. У вас имеется некая табличка, которая имеет определенное количество, набор колонок. Устанавливая данный плагин, зайдя в соответственно раздел инструмента и появляется высадный колонок, вы можете редактировать, то есть добавлять те или иные моменты. Сама структура заключается в уникальной в чем? Она имеет определенную запись, в которой есть определенные свойства, характеристики, так называемые метаполя. В эти метаполя записываются дата создания, дата изменения, дата публикации, непосредственно кто автор, прикрепленная миниатюра, категория, почты и большое-большое количество тех наименований, которые вы можете самостоятельно задать, разорвать тот или иный функционал. Либо вы пишете непосредственно свой класс по добавлению данного раздела, но это, как правило, обычно пользователи не справляются с данным функционалом. Проще установить плагин, выбрать раздел, допустим, там запись, и добавить тот именно функционал, который вам необходим. Продолжим. Для продвижения вам крайне-крайне потребуется замечательный такой момент, когда вы обращали внимание в основной плагин, написали первую новость, вы обратили внимание на то, что вверху после названия адреса, допустим, там test.ru условно, пошло в русском названии вашей записи. Необходимо его изменить кириллически. Для того, чтобы браузеры лучше понимали, это напрямую зависит на продвижение, на то, как быстро сайт индексируется, насколько качественно, и, соответственно, выдача будет наиболее эффективная. Необходимо установить данный плагин, он абсолютно не имеет настроек, это как раз тот самый плагин из категории микроплагинов, когда вы просто установили, активировали, и вы не видите ни настройки, ни так далее. То есть он работает автоматически в фоне. Он автоматически переводит ваши названия, записи, страниц, ни о тех документах, которые вы гружаете, на кириллический язык, то есть подменяя. Соответственно, когда вы выводите новость, у вас новость публикуется, выводит заголовок нормально, а вот тот же самый URL у вас поменяется. То же самое обязательно к установке. Следующий инструмент, который финальный, да, скажем, можно так сказать, который подводит итоги для именно базовой настройки вашего сайта, это так называемый файл с сайта map. XML. Это так называемая карта сайта. Опять же, данный инструмент вы можете настроить либо автоматически, ручками, либо генерируя его и на специальных сайтах, которые позволяют это делать, либо можете доверить непосредственно автоматически основному гидру WordPress. Для этого вы устанавливаете данный плагин. Это один из самых популярных, соответственно, у вас уже в территории, опять же, по запросу появляется, на лету генерируется сайта map.xml и уже там описаны конкретно все страницы, которые у вас опубликованы, категории. Вы можете тонко настраивать, опять же, в этом, то есть, это так называемая карта, как вы, допустим, ищите клада, такой же клад, начинают искать поисковики вы конкретно прорисовали и объяснили ему, как конкретно что у вас находится, как добраться до довольного раздела. Очень крайне эффективен и действительно необходим для работы. Многие модули, допустим, то же самое есть, с SEO, L1 One, с SEO-плагин, который по оптимизации, JetPack-овский пакет, плагин крупный, мощный, они имеют такие инструменты, вы можете, скажем так, в рамках данного инструмента, до довольного плагина активировать эту функцию сайта map, он будет работать приблизительно точно так же, и имеет приблизительно такие же настройки. Здесь вы просто решаете конкретно для себя, что вам необходимо. Либо вы используете какой-то очень большой, крупный, навороченный плагин для оптимизации, и именно для силы, да, подсказа оптимизации, либо вам достаточно будет установить маленький плагин, и в рамках этого маленького плагина вы будете работать. вы можете Продолжение следует... Продолжение следует...